Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, несколько дней назад президент Турции Эрдоган сделал заявление, что оружие, которое Запад поставляет Украине, это просто-напросто списанное оружие. Попросту говоря, им отправляют металлолом. И вообще Россия это не та страна, с которой можно говорить с позиции силы. Россия это страна, с которой нужно договариваться и с которой нужно дружить. Воевать с Россией абсолютно никакого смысла не имеет, поскольку Россия рано или поздно одержит победу. И в этом я абсолютно согласен с турецким лидером. Конечно же, Россия не та страна, с которой можно вести боевые действия, и не та страна, с которой можно говорить с позиции силы. Это мнимая поддержка Украине. Украина себя считает важной страной, что типа они такие нужные, важные и так далее, что типа у Запада действительно за Украину болит душа. И типа Западу очень жаль граждан Украины, которые гибнут во время войны. Да, действительно, людей жаль, которые там гибнут. Я неоднократно говорил, еще раз говорю, что я выражаю свои глубочайшие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в ходе боевых действий. Как с российской, так и с украинской стороны. Да, людей жалко. Но не Западу их жалко, поймите. Вспомните, что сказал Борис Джонсон в первые месяцы войны. Мы, говорит, будем воевать до последнего украинца. Он даже не попытался сделать хотя бы одну попытку для того, чтобы призвать стороны к переговорам. Он этого не сделал. И ни один западный лидер этого не сделал. И ни один западный лидер этого делать не будет. Поскольку для них мы все, все 15 республик, мы для них бывшие советские республики. Они хотят стереть нас всех с лица земли. И конфликты на постсоветском пространстве в крайней степени выгодны Западу. Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Украина, Россия. А если еще Беларусь подключится к этой войне, то это вообще для них будет нарочно не придумаешь. Назло всем нашим врагам. Назло Западу нам нужно объединиться. Не в том смысле, чтобы потерять свою независимость и стать одним единым государством. А в той точке зрения объединиться, что мы должны быть все союзниками, как одно единое целое. Только в такой ситуации мы сможем противостоять Западу. И только такое объединение принесет мир в наш регион. Поэтому говорится о том, что Америка поддерживает Украину, потому что у нее за Украину болит душа. Что Запад не может видеть, как гибнут простые украинцы и действия России, нарушения прав человека. И Запад очень справедливо поступает. Нет, Запад не поступает справедливо. Дорогие мои, это то, что Запад такой честный и хороший, это дебилизм. Подобное рассуждение является дебилизмом. Поймите, пожалуйста. Потому что, почему они не вводили санкции против Соединенных Штатов Америки, когда они на Японию атомную бомбу бросали? Когда Вьетнам бомбили? Когда Афганистан бомбили? Когда Югославию, Ирак, Левию, в конце концов. Сирию, в конце концов. Они не делали ничего. Америка поступает, а правильно поступает. Получается, что когда бомбят американцы, это борьба за независимость и установление демократии. Когда бомбит Россия, это нарушение прав человека. Подобная логика мышления является дебилизмом. Но чем больше я вижу, что делает Запад, тем больше понимаю, что прав был великий Михаил Николаевич Задорнов, когда говорил, что американцы тупые. Так и есть. Америка главная страна на земле, а их президент главнюк. Так и есть. Страной террористом является Америка, а не Российская Федерация. Это Америка всему миру пытается навязать демократию, а не Российская Федерация. Это Америка много стран стерла с лица земли, а не Российская Федерация. А что касается того вооруженного конфликта, который происходит на Украине, то Российская Федерация с 2014 года призывала Украину к переговору. А они этого не сделали. С 2014 по 2019 год президентом был Петр Порошенко, но он ничего не сделал для того, чтобы урегулировать конфликт. Вся надежда была на Владимира Зеленского. Да и он, в принципе, ничего не сделал, чтобы урегулировать конфликт. 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце была встреча нормандской четверки президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии. На тот момент это была Ангела Меркель. Стороны, казалось бы, договорились. Все, что нужно было делать Украине, это выполнять Минские соглашения. Но Украина отвергла Минские соглашения и смеялась над тем, что Россия верит, что мы будем их выполнять. Они сами виноваты в том, что сегодня с ними произошло. 8 лет они бомбили Донбасс. 8 лет они это делали. А сегодня они удивляются, за что русские их не любят. Украинцы всему миру сейчас пытаются указывать, что им делать. То они грузинам указывают, что вы должны ввести санкции против России. Кто вы такие, чтобы грузинам давать указания? Кто вы такие, чтобы вам решать, иметь в Грузии дипломатические отношения с Российской Федерацией или нет? Они, находясь в третьих странах в качестве беженцев, указывают им, что делать. Выясняют там отношения с русскими. Да вы спасибо скажете, что вас спустили пожить. Вы что, права качаете? Не только украинцам это относится. Это относится и к русским, которые, находясь в третьих странах, выясняют друг с другом отношения. Русские и украинцы. Это очень глупо, потому что вы должны благодарить ту страну, в которой находитесь, за то, чтобы вас туда пустили и вам разрешают там пожить. Если вы такие патриоты, то будьте любезны, езжайте в свою страну, получайте оружие и на фронт, на поле боя. Покажите на поле боя свою силу. А так, что на ТикТоке, что в третьих странах, везде все друг с другом выясняют отношения. И все те, кто специально уехали из своей страны, чтобы не принимать участие в боевых действиях. Поэтому, дорогие мои, все, что сегодня происходит на территории Украины, виновата сама Украина, а не Российская Федерация. Российская Федерация 8 лет призывала их к миру. 8 лет у них была возможность сесть за стол переговоров и решить вопрос мирным путем. Они этого не делали. Сейчас многие решат, что ТСА Асланидия является пророссийским. ТСА Асланидия не является ни пророссийским, ни проукраинским. ТСА Асланидия объективно смотрит на то, что происходит, и говорит свое субъективное мнение, на которое он имеет полное право. А навязывать кому-то свое мнение я не собираюсь. Если один человек навязывает свое мнение другому, это называется дебилизм. Человека нельзя заставить мыслить по-другому. Человек мыслит так, как он считает нужным. И говорит то, что он считает нужным. Что касается того, что на Украине гибнут простые люди, да, мне жаль. Действительно, искренне жаль людей, которые погибли, и тех, кто потерял своих родных и близких. Безусловно, это страшно терять своих родных. Царство всем небесное. Допокоятся их души с миру. Да, я надеюсь на то, что скоро боевые действия будут прекращены, и все конфликты на постсоветском пространстве останутся в прошлом. Вот это я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok